Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Журналист Глеб Пьяных со мной на связи. Здравствуйте, Глеб. Здравствуйте, друзья. Глеб, сложная ситуация сейчас, с этого не могу не начать. В Украине после очередного обстрела со стороны Российской Федерации разными ракетами. Понятно, что работает ПВО, но тем не менее повреждения жуткие. И вот только к вечеру запустят атомные электростанции. Люди без света, в очередях за водой. И, собственно, как-то непонятна реакция российской публики на все происходящее. Кто-то отмалчивается, кто-то радуется. Какие эмоции у вас вызвали вот эти дни, дни действительно уничтожения простых людей? Мне вдруг стало стыдно. Мне вдруг стало стыдно, что я сижу в Стамбуле, где у нас тут сыто, тепло. И я стал думать, господи, а перед кем мне стыдно? Перед каким народом? А если не стыдно, то что я должен был бы делать? Окей, мне 54 года, в принципе, можно сказать, совесть моя чиста, а было бы мне 34. Я должен был бы не сидеть здесь в теплом Стамбуле, а идти сражаться? А с кем сражаться-то? А на какой стороне-то? Я что, должен сражаться с русской армией вместе? Да упаси бог, слушайте, я не считаю, что дело русской армии и право. А тогда что, на стороне украинской армии? Да елки-палки. И что, и стрелять в русских? Ну полный пипец. То есть жуть какая-то. Я вот, казалось бы, да, 9 месяцев уже идет война. 9 месяцев разрушают Украину, убивают людей. Ну блин, вот только сейчас мне прям, я не пойму, что это такое. Но, видимо, уже какая-то критическая масса, когда, видимо, зима на дворе, когда у вас, вот так сказать, выбивают, отключают. Каждый день новости, там, там, Львов без света, Харьков без воды. И на следующий день опять, в Киеве здесь нет света, тут нет воды, тут станции помощи. В Молдове тоже там свет отключают, потому что идет через Украину. Какой, блин, я уже думал, что у Путина, конечно, кончатся ракеты. А они что-то не кончаются, жуть какая-то. Глеб, все-таки, вот сегодня Лукашенко, там, вырвали, скажем так, из контекста его там общения с журналистами, сказал, что нужно, вот все сейчас в руках у Украины, нужно, чтобы Украина остановилась. А вот почему не работают эти призывы, чтобы Россия остановилась? А никто же не призывает Россию остановиться. По-моему, никто. Вот эти вот буржуазные полезные идиоты, а может быть иногда и платные за взятки идиоты, которых и в Соединенных Штатах, и в Германии полно, да, они все время говорят, что должна остановиться Украина, а к русским нету. Поэтому я все-таки думал, что там не столько они полезные идиоты, сколько они на взятках. Хотя поверить, что Трамп получил взятку от Путина, чтобы, так сказать, призывать остановить войну, блин, я не могу себе это представить никак. Вот что Трампу, так это точно никаких денег от Путина не надо. Да какая-то фигня. Наверное, все-таки действительно просто клинические идиоты. Ну вот до того дошла вот эта вот расслабуха западная, жизнь со сладким круассаном в комфортной жизни, что им вообще на все плевать, лишь бы, ой, пусть все остановится. Да как остановится? Да ничего не остановится. Да мне же понятно. И вам понятно. Глеб, Европарламент назвал Россию страной и спонсором терроризма. Это решение действительно громкое, важное. Оно понятно, вот обстрелы затмили, как бы, громкость этого решения. Но, тем не менее, что это меняет и меняет ли хоть что-то? Говорят ничего. Говорят, Европарламент это просто собака лает, ветер носит. Плюс, ну, цена на нефть пошла вниз, потому что главное, что Путину продолжают платить деньги за нефть. И поэтому, что они там, бла-бла-бла, терроризм, да? Ну так отключите, прекратите тогда платить. Я вот это говорю и думаю, елки-палки, это я что, призываю? Я призываю, чтобы моему народу не платили деньги? Ну, просто у меня есть большое ощущение, что вот эти деньги за нефть, они не достаются моему народу. Они достаются хрен знает кому, вот этим вот жирным котам с 600-ми мерседесами, которые уже за 20 лет путинского правления уже обожрались. Они просто уже не знают, каким местом жрать эти устрицы, мерседесы, где еще купить себе виллу. Поэтому, когда мы говорим, что там, не знаю, там, Россия перестала поставлять газ в Европу, сама себе обрубила, да? Должны ли мы об этом печалиться и плакать? Ай-яй-яй, там Россия не доберет, там, не знаю, там, 100 миллиардов долларов в год за газ. Да и слава богу, да этот газ лучше не поставлять в Европу, а, так сказать, приберечь себе в России до лучших времен. Когда мы этим газом будем лучше распоряжаться, мы из этого газа будем делать там нефтехимию, пластмассу. Это будут другие деньги совершенно. Не надо его тупо гнать в Европу и сжигать там, в этой Европе. Но это я понимаю, вам вообще не до этого. У вас дома бомбят, света нет. Какой газ, какая Россия? Нет, это очень интересно, потому что вот этот потолок цен на нефть сопровождался разными публикациями, в том числе и Блумберг, и другими известными мировыми изданиями, что вот вроде бы как договорились, но цена не совсем-то, собственно, и упала. Вот средняя, рыночная. Позже было сообщение о том, что все-таки там продавили поляки и другие представители других стран, что все-таки ниже вот 30 долларов. А ведь никто не говорит о принципиальном решении взять и не брать. Вот почему? Ну как почему? Потому что круассан очень сладкий. Потому что своя рубаха ближе к телу. Потому что ай-яй-яй, мы хотим, так сказать, жить все-таки в комфорте. Мы, конечно, желаем победы Украины, говорят европейцы. Но, блин, вот чтобы прям ни один круассан не пострадал. Чтобы прям ни одна бабушка. А то, что на самом деле их бабушка и их круассан пострадают сейчас от того, что они деньги напечатали и на коронавирус людей на полтора года засадили абсолютно бредовым образом. Вот отчего их бабушка останется без круассана. Вот отчего у них в Англии такая дорогая там отопление и все на свете. Но нет, смотрите, сейчас во всем виноват Путин. И это отмазка этим вот придуркам европейским политикам. Ох, блин, сложная эта история. Это даже трудно людям объяснить. Глеб, сегодня Путин на выставке, форуме, посвященном искусственному интеллекту сделал ряд важных заявлений, что робототехнику нужно развивать, нужно идти вперед, создавать математические кружки при школах, чтобы развиваться в этом направлении искусственного интеллекта. Потому что по статистике мировой, ну, Россия на задворках этого процесса. Но ведь и перспективы-то по большому счету в условиях санкции и отгороженности мира в этом направлении никаких. Поэтому, когда тут идет война, здесь вы соседнюю страну бомбите, ну, как бы самое время поговорить об искусственном интеллекте. Что это за позиционирование у Путина? Что это за диссонанс? Это бесконечное вранье Путина, которому же 20 лет вешает лапшу на уши своему народу с утра до вечера. И сколько еще дураков верят. Мы не будем повышать пенсионный возраст. Повысили. Мы не будем наезжать на бизнес, на малый. Наезжают. Мы не будем там это... Мы будем слезать с нефтяной газовой иглы. В результате 20 лет на эту иглу все глубже и глубже насаживали Россию, потому что нефтегазовые доходы в федеральном бюджете все большую и большую долю занимают. Вы понимаете, то есть все, что 20 лет Путин говорит, это вранье оказывается ровно наоборот. Господи, боже мой, еще до кого-то не дошло. А искусственный интеллект, ну, это такая жалкая попытка создать у русского народа ощущение, что жизнь продолжается. Да ни хрена она уже не продолжается. Какой искусственный интеллект? Вы там комбайнеров забрали в армию, потому что на танках умеют ездить. Кто будет сажать вам, так сказать, по весне пшеницу и все остальное? А семена вы где возьмете? Искусственный интеллект. Вы семена для посадки пшеницы и куча всего остального в России закупали за границей? Санкции, шмакции. Как вы купите на следующий год? Этих вопросов можно продолжать миллион, вы понимаете? Но они все слишком умные. И все, и поэтому они никому не интересны. И опять-таки, дома рушатся, света нет, воды нет, замерзнут украинцы там вот в этой зиму. Или не замерзнут? А кроме украинцев, там еще русских-то сколько? Вот эта вот вся захваченная оккупированная территория, она что? Она-то там кто-то восстанавливает свет, газ, воду? Да тоже же нет же. Блин, искусственный интеллект у него. Искусственный интеллект. Сегодня Шойгу обсудил с турецким главой обороны реализацию зерновой сделки, ситуацию на севере Сирии. И эта новость, казалось бы, дежурная, которая свидетельствует о том, что есть контакты на военно-политическом уровне между Турцией и Россией. Какой-то непонятный цвет обрела совершенно другой. Другой в каком плане? В том плане, что будут сдавать новые территории, скажем так, даже не перед мощным наступлением в СССР, а после очередных звонков. Как вы видите вот эти очень интереснейшие, парадоксальные порою совпадения контактов с российской стороной и очередными какими-то отступлениями в пользу чего-то? Ну, один аммиакопровод чего стоит? А что, его открыли, аммиакопровод будет работать? Да, это уже решено, все, объявлено или пока бла-бла-бла? Ну, смотрите, бла-бла-бла, оно такое уже очень предметное. А сегодня 50 на 50 обменяли, раньше еще 25 человек. И все связывают, собственно, договоренность по обмену с открытием вот этого аммиакопровода. Почему? Не верю. Не верю я, что открою этот аммиакопровод. А главное, вот у меня есть ощущение, что на него, на этот аммиакопровод плевать всем. Путину больше всех. Понимаете, то есть для него реально важна ситуация на фронте. Здесь войска, не здесь войска. И, ну, я думаю, он должен нервничать, потому что он же понимает, что от этих мобиков толку нету. Да? От кого там есть-то? То есть где, кто, как будет воевать? Где боевой дух у этих ребят? Что они смотрят в своих телефонах? Ты поди у мобика, отними телефон. Ты его мобилизовал, да, забрел. Ты у него что, телефон отоберешь? Или там в этом телефоне отключишь интернет? Я не верю, что это возможно. Значит, он будет смотреть, он будет читать. Он будет смотреть, что там происходит. Вот реально, да, вот все решается на линии фронта, а не в каком-то аммиакопроводе. Господи, боже мой. Не-не-не. Это пустая болтовня с целью навести тень на плетень. Вот если посмотреть российские средства массовой информации, они упорно, вот, например, начинают все обзоры инвестиционные, там, фондового рынка, куда катится мировая экономика. Обязательно давайте начнем с российского фондового рынка. Что, прикидываете, что ли? А я понимаю, что им из Кремля пришла разнарядка. Давайте делать вид, что российский фондовый рынок еще важный, живой, он куда-то там движется. Какой фондовый рынок? Производный от реальной экономики. А на реальной экономике есть, а завтра будет. Ну, в чем этот тень на плетень? То есть, надо начинать реально с того, что с мировыми долгами, с мировыми напечатанными деньгами, с Америкой, с Англией, с Европой. И об этом говорить. Нет, мы будем везде обсуждать, так сказать, сначала курс акций Сибирбанка подрос, потом упал. Какая фигня. И вот этот аммиака про вот такая же пурга. А Эрдоган молодец, он работает на свой народ. А на какой народ он должен работать? Простите, пожалуйста. Глеб, вот очень интересно, есть мысль у политических аналитиков о том, что, собственно, перезапуск Российской Федерации, то есть, свержение режима Путина и какая-то другая система власти в России, очень нужна Западу для того, чтобы вот этот большой глобальный финансовый пузырь, как через соломинку, втянуть в ресурсы и подкрепить всем тем, что есть на территории Российской Федерации, по подконтрольной Западу власти. Что вы об этом думаете? Вообще нереальная история. Значит, этот мыльный пузырь, который финансовый накачали деньгами, надули, напечатали во время коронавируса, его нельзя сдуть ни через какую соломинку. Это первое. Второе. А Россия вообще не соломинка. А российские ресурсы, это просто, ну вот, лежит газ, уголь, нефть, его берут за деньги и покупают. И раньше покупали. И нет проблем с российской нефтью, газом и углем. И все наши дебильные патриоты России, которые 20 лет ненавидят Чубальса, они, так сказать, почему-то говорят, что вся Америка хочет захватить нашу нефть, газ и все на свете. Да она их давно покупает без всяких проблем. А захватить, вот физически поставить здесь американского полицейского на каждый, так сказать, блокпост в Краснодаре и в Ростове, Америка нахрен не упала. Вообще этот геморрой не нужен. Они покупают эту нефть, газ и прекрасно себя чувствуют. Вся мировая экономика работает с российским нефтью, газом, ураном, титаном, углем, вообще никелем. И прекрасно при этом режиме Путина и работало бы еще 20, если бы наш, так сказать, этот кадр не сошел с ума и не захотел быть владычицей морской. Он бы еще бы 20 лет мог править, строить дворцы, кататься там в аквадискотеке, но нет, захотелось еще чего-то, уже скучно стало человеку в аквадискотеке. Ну, пипец. Ну, тем хуже для его режима. А какие тогда пути выхода из вот этого пузыря финансового мирового? Вы знаете, они сейчас пытаются по жердочке проскочить. Вот прямо на примере Англии это прямо очень четко видно. Да и Америки то же самое. У них, значит, задача такая. Деньги печатать, но немного. Немного. Потому что напечатаешь чуть больше, у тебя гиперинфляция, и американские бабушки не смогут себе там на хлеб покупать, да, а напечатаешь меньше, у тебя начинает взрываться этот пузырь фондового рынка, а за ними и долгового рынка, и сыпется. И вот они думают, что они вот на этой тоненькой, так сказать, жердочке, так сказать, усидят, уболтают. То есть каждое слово председателя Федеральной резервной системы США имеет сейчас колоссальное значение. Вот они сейчас спорят, насколько Федеральная резервная система в декабре повысит учетную ставку на 0,5% годовых или на 0,75% годовых. Вот она эта жердочка, понимаете? Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Понимаете, если они удержатся, например, год или два, а может вообще умудрятся удержаться лет 10, ну, я считаю, Нобелевскую премию должны давать по экономике Паулу за то, что он оказался таким гениальным бюрократом, который заболтал вот этот финансовый пузырь. Просто фантастика, я не знаю. Вот прям вот я смотрю на это, как такой офигенный сериал, понимаете? Если жахнет, то жахнет. Если бабушки американские и британские останутся без пенсий, ох, блин, вот это будет пипец. Вот это будет фондовый коллапс. Вот это, по сравнению с ним, вся эта российская нефть, газ, все это вообще фигня. Покупать ее некому будет. Так складывается впечатление, что этого-то, собственно, Путина ждет. Потому что Украина сейчас напрямую зависит от денег из Запада. У меня тоже такие мысли в голове крутятся. Но я не считаю себя профессионалом, способным это, так сказать, осмыслить дальше. И я поэтому все время слежу за умными людьми. Там, не знаю, Андрей Мовчан, инвестиционный банкир. Он сейчас огромную экспансию в Ютьюбе повел. Он стал делать очень качественные обзоры, замечательные про Иран сделал. И вот он рассказывает каждый раз, как лопается вот эта вот мировая финансовая система. Пару недель назад он рассказал про ситуацию внутри банка Кредит Суиз. Это, по-моему, там 10-й по размеру банка Европы. Второй по размеру банк Швейцарии. И в нем творилось внутри него уже лет 10 такое МММ. Просто сплошное. Офигевшие менеджеры-банкиры. Эти деньги тырили, раздавали хрен знает кому. Вкладывали бог знает во что. Там 5 миллиардов долларов профукать. Да ладно, бога ради. На этой неделе в понедельник он делает обзор, в котором рассказывает про крах вот этой вот биржи FTX. В которую, кстати, вложился в том числе и хозяин главной биржи Binance. И 2 миллиарда долларов он, этот хозяин биржи Binance, вытащил из этого рухнувшего FTX перед самым его банкротством. И вот как в этот FTX вкладывали серьезные, уважаемые там западные фонды, инвестиционные, которые вот с утра до вечера уже лет 20 рассказывают европейским инвесторам, пенсионерам, нашим русским чиновникам с деньгами. Вкладывайте, мы сейчас грамотно разместим. Умных слов они выучили в Гарварде и там во всем этом. Хреново тучу. Они их развели на такие бабки. Эти бабки реально уже испарились. Их уже нету. Вы понимаете? И вот вопрос, ну вот вы как это сможете дальше удерживать? Типа бабки как будто бы есть, а их уже нет. И вот FTX, вот эта биржа, там дыра 15 миллиардов долларов. Вот еще 3 недели назад все думали, владельцы этих 15 миллиардов долларов, что они у них есть. Там, значит, в том числе вот эти солидные западные фонды, по-моему, 5 или 6 миллиардов долларов у них. Понимаете? Они думают, вот у нас есть деньги, мы их вложили в FTX. А их уже нету. Их не было месяц назад. Просто вот мы ждали, когда вот лопнул пузырь. Лопнул, все, нету. Минус 15 миллиардов здесь. Минус 5 миллиардов в кредит с ВИЗ, там, на одной операции, на другой, на третьей. Дальше. А я совершенно начинаю это экстраполировать. Окей, вы же, Андрей Мовчан, нам рассказали, что британские пенсионные фонды вложили полтора триллиона фунтов стерлингов в долги Великобритании. Понимаете? То есть британское правительство вот уже 20 лет живет в долг, все время у них дефицитный бюджет. Берет в долг, тратит эти деньги, а разницу этот дефицит занимает на рынке. Занимает, занимает, и это выпускает облигации. Гилд они называются. Гилд, типа, английский, виновный. Вот у меня прям ощущение, что на самом деле это связано не с виной, а там с золотым ободком вокруг этой вот ценной бумаги, как она была. Но звучит гилд, гилд. Блин, у меня ощущение. Does anybody feel guilty? Кто-нибудь чувствует свою вину за все, что вы наделали? Ну какой там, понимаете, вот эти сотрудники финансовых этих структур, это МММщики чистой воды. Они закончили Гарварды, Шмарварды, они, так сказать, работают с безумными зарплатами, каждый год получают бонусы за то, что на бумаге они нарисовали, что у них этот мыльный пузырь еще сильнее вырос, капитализация выросла. Поэтому дайте нам кеш, мы пойдем купим тут себе очередную виллу или там поедем отдыхать, хрен знает куда, на носорогов охотиться. Вот так они жили. Это невозможно жить бесконечно. Но если это лопнет и рухнет, ну и что, Путин? Путин, ты что, войну выиграешь от того, что рухнет мировая финансовая система? Нет. Украинцы перестанут воевать, сражаться, защищать свою землю? Не перестанут. Вы понимаете, да? То есть у него такой расчет вот пятиминутный, сиюминутный, он стратегически не меняет ничего. Глеб, Политико пишет, что сложности на Западе с оружием в производстве, в объемах, в поставках. На уходящей неделе мы услышали и об оружии для Молдовы, для Польши, потому что как бы вторая линия обороны Запада от Российской Федерации, первая здесь в Украине, а вот они вторая, им тоже нужно. Но возникает непраздный вопрос. А вот эти трудности с оружием, ведь от них вот прямо зависит ситуация на передовой. Как на это посмотреть? Вот как бы вы посмотрели? Не верю я, что трудности с оружием реально есть. Я уверен, что это какой-то пиар кремлевский. Я вижу, что эти итальянские издания очень сильно под Кремлем ходят, не знаю, живые деньги получают за этот пиар или нет, похоже на то. Блумберг тоже очень сильно грешит, Кремлю подыгрывает в мировом этом. Кто еще? А New York Times, газета, правда, современной Америки, ну просто клейма ставить некуда. Постоянно там. Поэтому я не верю, что есть проблемы с оружием. Вот не верю, извините, никак. Вся эта пурга, пиар, пусть ее там в Европе за круассаном читают и ужасаются. Мы не будем. Почему? Тогда не дают. Да как? Они не давали, когда у них его до хрена не было. Они что, в феврале давали? Вспомните, что Cancer Choice там нес в каком-нибудь феврале, там в апреле. Ну, казалось бы, у вас оружие было полная куча. Вы тысячу лет не воевали. Дайте. Не, не дают. А сейчас системы ПВО почему не дают? Почему Израиль не дает хорошую систему ПВО Украине? Почему? Ну, вот Белковский объясняет. Потому что в Израиле многие думают, что на Украине слишком много антисемитов. Ё-моё. Ну, да. Ну, теперь не слишком много, да. Да. Потому что прилетает. Потому что убивает мирных. А те, кто живые, вот без света, в очереди за водой. Ещё одна очень такая яркая картинка. Я хочу её с вами обсудить. Вот Европарламент перед решением о государстве, спонсоре террориста, терроризма, он принял решение, что ЧВК Вагнер, теперь это террористическая организация, и там юрист Пригожина на видео с, скажем так, тубусом от... Кувалду, 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 красивую, с логотипом, мол, туда. По почте оно не в деревне дедушки, а вот в Европарламент. Скажите, а что это за расцвет ЧВК Вагнер, Пригожина и вот этой всей структуры в России? Он был предсказуем, вот, например, в то время, когда вы там работали? Да нет, никто знать не знал. Мы даже глубоко не вникали, чего там делает ЧВК Вагнер в Африке, в Сирии, потому что там не было понятно, кто с кем воюет. Вот мне до конца до сих пор непонятно в Сирии, кто с кем воюет. Я пять раз уже читал, что там есть оловиты, шииты, суниты. Блин, я не могу этого понять, честное слово. Ну вот, загадка. И кувалда – это вот такой прям пиар сейчас, главный символ крутизны Пригожина. Ну такой он крутой. Я когда смотрю, какой он становится крутой каждый раз, и какой он такой, ну, по-своему классный пиар. Вот эта кувалда, на которой вот эта выгравирована вот эта вся, так сказать, символика Вагнера. Но я думаю, что Пригожин не понимает, что он сейчас пугает не столько простой народ, сколько элиту российскую, в том числе там ФСБшников, там всяких там ментов, там прокурорских. И если вдруг там Путин, трон зашатается или куда-то Путин денется, то против Пригожина сплотятся все. Вот как против Берии сплотились все после Сталина. Я боюсь, что Пригожин недооценивает, что вот с ним может случиться, как с Берией. И вот один из звоночек о том, что он уже немножко тоже побаивается. С одной стороны, крутое, с другой стороны, тоже думает головой. Это что вся вот эта история с убийством кувалды и этого Нужина. Очень многие стали говорить, что убийце Нужина тоже уже убиты. Что как бы следы заметаются для того, чтобы потом, не дай бог, спустя там, не знаю, год или два, чтобы не предъявили, чтобы на основании этого самого Пригожина не отправили в колонию, там, черный дельфин для пожизненно осужденных. Понимаете? Но это, опять-таки, вот вроде умная, так сказать, концепция. На чем основана? Ну, кто там со свечкой стоял и знает, где реально убийце Нужина? Ой, может ли это быть, наоборот, пиар с целью, так сказать, как бы немножко уменьшить капитализацию Пригожина? Чтобы он не выглядел таким крутым? Что уже, так сказать, есть чего ему бояться, и он опасается, да? Что это может быть, в общем, пиар против самого Пригожина внутри вот этих вот ФСБшных и прочих кругов, да? Может быть. Но, опять-таки, это стратегически не меняет ситуацию. Вот стратегически понятно, что война проиграна. Вопрос, когда именно, да, так сказать, Украина полностью освободит свою землю, да? Через два месяца, через полгода или еще год, блин, надо вот это вот. Какие у вас ощущения? Уже никаких, уже никаких. Когда вот сейчас вот эти вот три дня начались вот эти адские бомбежки, и когда свет, газ, вода, все в Украине вот это вот без конца отключается, я уже обалдеваю, я уже не могу даже вообще ничего прогнозировать, непонятно. А при этом вот может случиться, что все быстро лопнет, рухнет? Может. Потому что ситуация вот на фронте, она же непредсказуемая. Какие там настроения? А сколько там этих вагнеровцев живых-то уже осталось? Они же тоже несут потери, да? А они, собственно, остались такой же там эффективной боевой силой? Или они уже тоже, так сказать, думают, елки-палки, а что, мы проигрываем? Что, вагнеровцы не понимают, что войну проигрывают? Говорят, что вагнеровцы, это, и вот Пригожин, это такая пешка, прикрытие, большой такой дымовой занавес, дымовая завеса. А, собственно, за всем стоит Шойгу. Потому что даже вот эти зэки, преснопамятные, которые были собраны по всем колониям, они подписывали и документы о неразглашении, ну и, собственно, контракты с Министерством обороны. То есть, с официальной структурой. И возникает вообще парадокс, когда Министерство обороны берет официально зэка, который отбывает наказание, на службу. Вот как выкрутился режим. Ну, а Пригожин с его там харизмой и кувалдой, это для отвода глаз, чтобы образно все боялись. О чем это говорит? Смотрите, вот, по-моему, сейчас пошел пиар, чтобы отмазать немножко Пригожина и ответственность перевалить на Шойгу и Министерство обороны. Я не исключаю, что этот пиар, так сказать, запускают сами структурой Пригожина. Очень может быть. Но, по-моему, это разговоры в пользу бедных. Ну, вот, предположим, ГАГский трибунал или там какой-то суд по военным преступлениям. Они что, вот эти контракты всерьез будут рассматривать? Что, правда? Там же будут суды по конкретным фактам. Вот в эту деревню вошли вот эти бойцы. Там ЧВК, не Вагнер, или не ЧВК, подписывали, не подписывали. Вот они сделали то-то, то-то, вот свидетели, вот показания, вот-то там раскопали тела, вот экспертиза, все. Дальше вопрос, так сказать, приговора, ну, исполнят, не исполнят. Или там, не знаю, эти ребята из ЧВК, Вагнер, сбегут куда-нибудь. Ну, куда? В Аргентину не сбежишь? Куда им? Ну, куда-то в Африку отбежать. Где там сейчас переворот совершили? В какой стране в Африке, не помните? Белковский говорил, а я опять не помню. Я даже техну, ну, африканский... Победа Буркина-Фасо. Буркина-Фасо. Господи, где это Буркина-Фасо? Вы знаете, я не знаю. И не готов даже вникать. Буркина-Фасо, там все уже крепость вагнеровцев, они уже строят там, так сказать, фортификационные сооружения, чтобы жить там 20 лет долго и счастливо. Говорят, что народу, вот с того момента, как отошли от Херсона, на Херсон, в общем-то, все равно. Но, как бы, некоторые даже выдохнули, что, мол, ну, хорошо, откатились немного назад, может, быстрее это все закончится. А вот в элитах шум и трепет и какое-то, ну, вот метание, стинание. Как вам кажется, это правда? Ну, умные люди говорят, что ровно наоборот. Что как раз после Херсона прозрел русский народ. А элитам все было понятно уже после Харькова. Самым продвинутым было уже все понятно даже после вот освобождения там аэропорта Гастоми или вот этой всей Киевской области. В принципе, уже тогда было понятно, да. Но когда вот Харьковская область стремительно освободилась прям вот за какие-то считанные там недели или дни, вот мне кажется, ну, в элите дураков-то нет. То есть там большинство из них думает так же, как и я. Вот в чем дело. Я же их знаю. Я же с ними там 20 лет назад работал на всяких разных телевидениях. Я же понимаю, что они не кретины. Я понимаю, что они все понимают. Хотя мы с ними там 20 лет не разговаривали. Вы понимаете? Нет-нет, это... Да даже Рита Симонян все понимает. Ну да, когда страдала по Херсону, мы помним ее. Херсон, там Херсним, вот это переименование. Даже ей было тяжело. Но, собственно, я к чему подвожу. Вот сейчас закручивается ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции. Понятно, есть там обвинения в сторону Украины, что вот это вот из-за Украины не происходит демилитаризация. А вот российская армия, смотрите, какие мы все в белом, отвели тяжелое вооружение, оставили там только Росгвардию. А вот подлые украинцы обстреливают свою же атомную электростанцию. И уже заговорили о том, что, скорее всего, придется, ну вот, жестом доброй воли, зайдет миссия МАГТ и сдавать. Сдавать станцию означает и сдавать Энергодара. Причем мнения делятся. Одни говорят, что ни в какую не сдадут. Это, мол, такой классный крючок, этот объект, и России нельзя его сдавать. Другие говорят то, что сдадут и очень быстро, в обмен на какие-то там где-то ништяки договоренности. Как вам кажется? Да, я уверен, что сдадут, потому что слишком стремно России сидеть дальше на этой такой мирной атомной бомбе. От греха подальше лучше с нее сваливать. Но я ни в какие ништяки не верю. Ну, какие могут дать России ништяки за то, чтобы войска ушли из Энергодара и атомной станции? Плюс я, если честно, не вижу большого пиар-значения. Вот Херсон освободили, да, вот тут русский народ офигел. А какая-то атомная станция, где это? Ощущение, что, ну, есть атомная станция, что это, ну, там работают, не знаю, там, 50 человек или 100 человек. Ну, сидят они где-то там в лесу, чистенькая станция, мирный атом вырабатывает. Вот у людей восприятие, что это какой-то, ну, как завод, да. Это не территория для жизни, имеющая там какое-то значение. Это не какая-то там русская земля, которую мы тут берем, не берем, даем, не даем. А это просто, ну, вот завод. Поэтому не знаю, не верю я в такое важное значение вот этой атомной станции. Нет, нет. Она была как угроза мирной бомбы, она перестала быть угрозой мирной бомбы, потому что Путин понял, что, ну, не боится мир этого вот шантажа ни ударами ядерными, ни мирной бомбы. Ну, все. Ну, а что тогда сидеть? Ну, лучше сваливать. Украинская разведка сегодня сообщила о том, что, ну, вот украинская разведка сообщала и раньше, но вот сегодня это новые обороты история, скажем так, набрала, что Беларусь может стать объектом провокационных действий ФСБ, чтобы втянуть вот целую страну еще в эту войну. В каком плане провокации? Взрывы на инфраструктурных объектах, другая атомная электростанция взорвется в Беларуси, спихнут на Украину и Беларусь вместе с Лукашенко возненавидят. Кто поверит? Ну, хоть один белорус поверит, что это украинцы взорвали? Ну, что, ну, для кого это бла-бла-бла? Ну, какая провокация? Они своему, так сказать, там, русскому народу могут рассказывать сколько угодно. Те, кто смотрит телевизор, поверят. И то, наверное, задумаются, скажут, да ладно, да не может такого быть. Да нахрена украинцам взрывать что-то в Беларуси, тем более атомные станции? Ну, кто-то скажет, это вот за то, что, так сказать, с территории Беларуси же наступали российские войска. Да, господи, ну, блин, этих людей, которые верят в эту пургу, их становится все меньше, меньше и меньше. Потому что им есть с чем сравнивать. Потому что они видят, как проходит мобилизация, как то, как это. И вообще, зачем вся эта война, начинает народ думать. А что добились-то? А нахрена вообще туда приперлись-то? Девять месяцев воюем, за что? Слушайте, а это действительно очень интересная мысль, на которую вы наводите. Вот когда не было мобилизации, но становилось это таким спортом, вот как чемпионат мира по футболу, сейчас в Катаре. И все смотрели, а вот наши пошли, вот наши дошли, вот их там выбили, вот там сложно. И болели. А когда пошли россияне сами, вот под козырек, форму, кирзачи, да, в учебку и на передовую. Вот тогда и задумались, зачем вся эта война. То есть получается... Вякнешь, да? Но думает он при этом, что? А соответственно, как этот мобик будет воевать? Ну как он будет воевать? Я не понимаю, какая у них вообще реальная боевая сила у этих мобиков. А что нужно, чтобы россияне перестали бояться? Не знаю. А я боюсь. Я тоже боюсь. Чего? Там ждет. С какого угла, я не знаю. Казалось бы, я борзой журналюга, куда я только не лез. Я боюсь этот полицейский режим. Реально. Ну как? Ну, ментов этих всех ФСБшников немеряное количество. Они готовы грохнут любого, посадить его в тюрягу, перемолоть. Им-то плевать. У них это, так сказать, очередная галочка, звездочка на погонах или отчет. Понимаете? Поэтому, ну вот, логика истории. Эти колеса истории крутятся сами по себе. И Украина их крутит. Ох, как украинский народ и украинская армия крутят эти колеса истории. Ох, со страшной силой. Поэтому, да, русскому народу, ну, остается только отсиживаться. Потому что это у вас в Украине везде теперь оружие. Да? И попробуй сейчас какой-нибудь, не знаю, там, мэр Одессы Труханов, попробуй чего-нибудь антинародное сделать. Да я думал, что он просто из калашника может получить от возмущенного народа. И то, что он творил до войны, мэр Труханов после войны, я думаю, не будет творить. А в России? Ну вот, пока русский народ не получит оружие в руки, и пока власть реально не ослабнет. Вот таких Трухановых, которых в России хреново туча. В каждом там городе, в каждой губернии Трухановы и Трухановы погоняют, сидят. Вы понимаете? И они сейчас живут и козыряют, и рулят, так сказать, русскими городами, людьми, предприятиями. Вот так же, как Труханов. Что хочу, то и ворочу. Но когда власть этих Трухановых в России зашатается, блин, они прижмут хвост, а многие просто тиканут, и все, куда-нибудь, не знаю. В Венесуэлу. Глеб, обыски в Украинской Православной Церкви. Вот уже который день, собственно, на них реакция в информационном пространстве. И вот подоспела реакция, собственно, Московского Патриархата. Ну, понятно, наступление на православие и так далее и тому подобное. У меня возникает вопрос. А что как-то вот не вяжется? Ну, не получается у России навязать вот эту священную, как писал Медведев, войну против Украины. Ведь, смотрите, уже и обыски в УПЦ. Песков говорит, что да, вот Российская Церковь. А ему, правда, в той же обыскиваемой УПЦ официально ответили, что УПЦ такая же русская православная церковь, как Херсон, Российская Федерация. Ну и, собственно, умылся Песков. И ничего возразить не получается. Что ж не пристегивается-то никак это православие к войне? Как чего? А мало попы торговали водкой, сигаретами, контрабандой в 90-е годы и после этого. А мало русский народ видел о разоблачении, как эти попы живут. А мало русский народ видел мерседесов, припаркованных около храмов по всей России. А сколько попов там попадалось на каких-то там историях с мальчиками, с теми, с теми делами. Ну и что? Ну и что, этому русскому народу, нашему русскому народу теперь эти попы дороги, правда? Ох, елки-палки. Да нет, не такой дурак русский народ, как его молюют. Вы поймите, просто русский народ весь разобщен. Каждый на атомы разбит. И Путин 20 лет занимался тем, чтобы, не дай бог, русский народ не объединялся между собой. Любое объединение граждан – это опасность. Опасность для власти. Всех разобщить. Каждый сам по себе. Сиди тут, ковыряйся, свою деньгу зарабатывай, свое что-то делай, больше ничего и никуда. Добился он этого? Добился. Весь русский народ боится? Боится. Каждый свою деньгу сидит зарабатывает? Зарабатывает. Но про себя-то понимает многое, в том числе и про чиновников, и про попов этих то же самое. Да главное, ну а что попы нам рассказывают? Царство небесное? Что, правда? А на земле что? Ну, блин, я не знаю. На Западе, по-моему, тоже у попов не сильно крутая ситуация. И у папы римского тоже, так сказать, популярность, по-моему, не шибко большая. Нечего ему предложить народу. Нечего в режиме здравого смысла. Бог есть. Бог есть. Я тоже уверен. Только давай, попы, вот без сказок детских, ладно? У нас на дворе не Средневековье и не, так сказать, ранняя Византия, да? У нас на дворе 20 век, мы многое знаем. Окей, попы, давайте, расскажите нам про темную материю, про темную энергию, про вселенную, про сжатие, про то, про сё, про генетические исследования, которые показали, что про отец Адам жил 64 тысячи лет назад. И мы все от него произошли, кроме африканцев. Доказано прям современной генетикой. Ну давайте, попы, включайтесь. Новую религию надо создавать. Саша, давайте создавать новую религию, а? Да, давайте попробуем. Просто получается, что если уже эти люди, которые отвечают за духовность, ну там Папа Римский, какие-то предстоятели церквей, если они уже не способны хоть какое-то подобие антивоенного движения, это неплохо, это вот просто антивоенного движения создать, то получается никто не может создать? Антивоенное движение могут создать только люди с оружием. Добро должно быть с кулаками. Путин это доказал всем. Вот уже 9 месяцев подряд Путин доказывает, что добро должно быть с кулаками. На Западе, конечно, это непопулярная тема. И я подозреваю, что неполиткорректно. И если бы мы с вами сейчас вякнули это в каком-нибудь там западном университете, нас бы оттуда уволили, выгнали, и мы бы с вами были бы cancelled, как у них там cancelled culture. Но здоровые силы даже там в лице того же, не знаю, республиканской партии. Я хотел сказать Илона Маска, но вы мне сейчас предъявите Илона Маска, скажете ей, подожди, Илон Маск тот, 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 и с Трампом согрешил, и это. И я должен буду объяснять, что, понимаешь, Илон Маск бизнесмен, тут у него одно, тут другое, тут продаем, тут покупаем, поэтому не надо. Просто скажем, здоровые силы в Америке. И без Илона Маска. Да, это, конечно, фраза, Маск с Трампом согрешил. Не то слово, Маск с Трампом согрешил, ну что, ну вот факт, медицинский факт. Ну да, тем более, что у Трампа там, не пойми, что будет в перспективе, и скорее всего будет Десантес или какой-то другой кандидат. И слава богу, наш кандидат, голосуем за Ирона Десантеса, вся прогрессивная Россия, вся Украина, все голосуют за Ирона Десантеса. Осталось объяснить, кто это. Да, осталось объяснить, кто это, и выдать всем по американскому паспорту, чтобы это стало возможным. Но это, скажем так, детали. А вот если посмотреть на то, что из себя представляет сейчас российское общество, странная история, она, кстати, длится, и вот уже завершилась. Есть такой блогер Никоглай, называется, называет он себя, который снял пародию на солдата, который выбрасывает там мину из окопа. Это вот жутко обсуждали этот, ну там, скажем, его, этот ролик, там, тащили в суд. И, собственно, в общем, депортировали его, и сегодня сообщили, и он записал видео о том, что как ему стыдно, что если бы на месте этого солдата был бы он, он бы не выжил, перед всеми извинялся. А вот смотрите, то есть, получается, что война проникла вот в каждый, в каждую форточку любого окна российского общества, которое даже там от войны, ну, далеко и очень далеко. То есть, получается, уже... Подробно. Получается, и Никоглай уже даже ролик не снять, выдворят, выкинут. Ну, а что мы хотели? Война идет своим чередом, и русский народ тоже своим чередом понимает все больше и больше. И у многих подростков есть отцы, там, братья, они там в мобилизацию попали или не попали, а кого-то уже и похоронили, и, так сказать, тут, в общем, вот эти вот подростковые блогеры, они, конечно, ну, не знаю, будут они включаться или все-таки постараются держаться в стороне, но... Ох, тяжко. Ну, российские блогеры еще могут держаться в стороне, подростковые, а украинские, ну, как, так сказать, у них уже все, война пришла в Украине в каждый дом, ну, в каждый дом. Глеб, событие международного масштаба, международного почему, потому что все от него зависят, появилось в сети видео бунта рабочих в Китае на заводе, который собирает iPhone. Завод Foxconn называется и сообщает, что рабочие просто требовали улучшения условий труда своего, снятия ограничений по безопасности, связанных с коронавирусными регламентами, ну, и, собственно, они хотят бонусов, денег хотят, в итоге всем там пообещали выплатить по полторы тысячи долларов, кажется, и, скажем так, определенное послабление дадут, но бунт прям массовый. А ведь Китай, на которого, вот так, скажем так, ну, к которому разные аналитики сводят и противостояние, которое развязал Путин, ведь он не такой сильный оказался? Слушайте, Китай очень сильный, не надо его недооценивать. Все, кто говорят, что там Китай сам не умеет разрабатывать, не знаю, чипы, их делает там Тайвань, да и хрен с ними. Китай не будет захватывать Тайвань, Китай не будет вляпываться в такую историю, как Путин, и поэтому Китай свои чипы купит, он их получит. И поэтому мировая фабрика под названием Китай как работала, так и будет работать. Все, кто ведут пиар-пропаганду против Китая и говорят, что он не очень сильный, я считаю, что, так сказать, Европа намного слабее Китая. Америка, можно спорить, Америка очень самодостаточна. Америка, в принципе, себе для себя делает, ну, почти все. А между нами девочками без айфонов можно обойтись. Вот если вдруг сейчас вот в Америке произойдет полная остановка продаж всех новых телефонов, ну и что? У людей старых телефонов по три штуки лежат в тумбочке. Еще можно пять лет жить на старых телефонах и прекрасно себя чувствовать. Хрен бы с ними, с телефонами, понимаете? Не телефонами едиными. А автомобили Америка делает, а жратву себе делает. То есть, как бы вот Америка очень самодостаточная, мощная экономика. А вот в Европе сложнее, в Европе слишком много бюрократии, в Европе слишком там круассанами обожралась и так далее, и так далее. И поэтому я не вникал в эту историю с айфонами. Первая мысль, что приходит в голову, что это, ну, как бы инспирировано в том числе самими промышленниками и предпринимателями китайскими. Потому что, ну, задолбала власть с ограничениями с этим коронавирусом. Ну, вот пока коронавирус они там накачивали до переизбрания Синзипиня, и он там теперь у них вечный президент, ладно. Может быть, этот коронавирус был нужен для этого. А теперь-то зачем? Все. Съезд партии прошел, Синзипинь проголосован, власть у него. Да нахрен ваш этот коронавирус? Ну, забудьте. Весь мир уже забыл. Ну, что вы-то там играете в эти игры? Ну, зачем вы душите и давите работящий китайский народ? Нормальный, эффективный бизнес. Вы же только деньги на этом теряете. И я не знаю ответ. Я не знаю. Вот, так сказать, будете общаться с Белковским, вы ему просто спросите. Слушай, Стас, ты говоришь, что игры в коронавирус, это Китай, так сказать, систему контроля вводит, да? Да систему контроля уже во, выше крыши. Уже все китайские телефоны давно уже все контролируют. Уже нечего дальше контролировать. В Китае все проконтролировано. Зачем коронавирус? Что он дает, кроме потерь реальных денег, раздражение народа? Пусть Белковский придумывает объяснение. Ну да, пускай такие, как Белковский, придумывают. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу нашего с Глебом разговора. Глеб Пьяных будет отмечен как пользователь Ютуба. У него не политический, хотя так, с крапленицами, но не политический блог. С крапленицами. Да, но тоже очень интересный канал. Перейдите, пожалуйста, поинтересуйтесь, посмотрите и определитесь, поставьте лайки, подпишитесь обязательно. Глеб, финальный мой вопрос. Вот он такой, знаете, короткий, как выстрел автомата Калашникова, одиночный. Как Путина-то победить? Никак. Вот надо ждать, когда его какой-нибудь Кондратьев хватит. Да, много случайностей в этом мире, но мне кажется, он опутал себя уже такими системами безопасности. Мне кажется, вот разговоры про шарфик и табакерка, которыми там грохнули русского царя. Когда читаешь, как грохнули этого русского царя, там Павла Первого и прочего, господи. Ну, каменный век, детский сад. Сейчас у Путина просто двери там железные, непробиваемые, невзрываемые. Их Меркель видела еще там в 2003 году, офигевала и всему миру рассказала. Везде у Путина вот такие двери, вы понимаете? То есть, чтобы Путина победить, заговор должен быть в его охране, в ФСО, на самом верху. В нем должны участвовать руководитель ФСО и все его замы. Все, потому что если будет один, который сдаст всех этот заговор, то он сразу у Путина станет, так сказать, начальником ФСО, сделает карьеру. Нужна ему такая охрана, вернее, такая карьера начальнику ФСО? Не знаю. Ох, не знаю. При этом среди ФСОшников есть много очень достойных людей. Вы знаете, я вот со многими знаком. Они там, может быть, выше полковника не поднимались. И, наверное, они, так сказать, но вот это вот старая КГБшная система набора кадров. Там даже есть один вот человек, которого я знаю там, блин, там 40 лет. И вот я знаю, что это хороший парень. Я знаю, что он там шефа грудью заслонит. Вы понимаете? Они таких туда набрали. Там такие есть. Он может сколько угодно страдать и переживать за русский народ, украинский народ. Но у него есть вот это чувство чести, такое, знаете, рыцарское или просто, не знаю, благородное. Или просто, ну вот честный парень, вот хороший человек, вы понимаете? И вот там такие есть. И я не исключаю, что вот они прям вот дежурят посменно вокруг Путина, прям постоянно. Понимаете? То, что там начальники приличные, в это я не верю. Начальники, конечно, ФСОшники, это старые КГБшники, прожженные, матерые, циничные. А вот на уровне, так сказать, охраны, вот вокруг, вокруг него, тех, которые уже там на яхтах, там в Краснодаре, там уже всякие, да, там уже циничные. А вот я думаю, вокруг Путина все-таки набрали таких, что ох, ох, не грохнешь Путина так легко, не грохнешь. Обещал, что вопрос последний, но еще один бонус он дополнительный. Тут недавно Медведчука увидели в Ялте со своей супругой, которого обменяли. Очень актуально это, как бы, этим закончить в контексте обменов, которые происходят сейчас между Россией и Украиной. Вот происходит изо дня в день. Вот этих договоренностей, в которые, допустим, вы, Глеб, не верите, но тем не менее. Увидели Медведчука, и в этот же день наш Арестович, собственно, ну, выдал на гора версию, что он мог бы, или там ему было поручено возглавить какую-то армию Юго-Востока, и, собственно, на лихом коне бороться против киевского режима. Медведчук? Медведчук в лихом коне? Да. Да на кривом козле только Медведчук может скакать. На каком коне? Этот адвокат ГБшный по назначению, который на его совести смерть поэта, господи, забыл имя. Да, вы понимаете, ну, какое-то же, ну, блин, ну, обычная гнида КГБшная. Ну, господи. В КГБ, я еще раз говорю, были и приличные люди, и некоторые из них до сих пор ФСО, вы понимаете, хотя это уже новое поколение, но этому-то клейма ставить некуда. В Ялте он там. Вы говорите, договорняк. А что там? Нормальный договорняк. На него обменяли 200 украинцев. Да отличный договорняк. Да отличный гешет. Да туда ему и дорога. Пусть этот Медведчук там жрет своих устриц дальше со своими бабами. Да кому от этого хуже? Да хрен бы с ним. 200 живых украинцев в обмен на одну гниду. Да отличный гешет, договорняк. И нет там никаких подковерных дополнительных вещей. Не надо. Все очевидно. Но Глеб, вот с точки зрения украинцев и там ответственности прошлого президента Порошенко, который был с ним связан и как бы до войны все закручивалось вокруг Порошенко по показаниям того же Медведчука, ну похоже, что вот не будет никакого решения по преступлениям в Украине прошлой власти, которая там где-то под ковром тайно была связана с Россией и вот как бы хорошенько мыли денег, а убивали за вот эти 8 лет. Это вы сказали, это не я сказал. Я не считаю себя вправе лезть во внутреннюю политику Украины. Но у меня тогда главный вопрос. Почему Свинарчук не сидит в тюрьме до сих пор? Почему человек, который воровал на армии в воюющей стране, с 14-го года украинская армия воевала, воровал явно в пользу Порошенко вместе, почему этот гребаный Свинарчук не сидит у вас в тюрьме? Вы считаете, что он и не сядет? Не знаю, не знаю. А если он не сядет, я подозреваю, что люди, вернувшиеся с украинского фронта, они просто с этим оружием свернут эту власть и посадят его. Я не верю, что вся эта сволочь не сядет в тюрьму. Все. И мэр Одессы этот, Труханов, тоже сядет. А если не сядет, просто придут люди с войны вернуться и просто стрельнут этого гада, вы понимаете, который Одессу разрушал. Шикарный город. А в чем разница людей, которые вернутся с войны в Украину и в Россию? Да и в России тоже это будет мощная сила. В Россию тоже вернутся многие. Вчера какую-то историю я слышал, ее рассказывал главный наш правозащитник, Господи, фамилия, ГУЛАГу нет, Осечкин Владимир. Вот он рассказывал про одного такого отца, который дважды на фронте. Не знаю, жив он сейчас или нет. Он даже был командиром каким-то там. И его сын погиб. Его сына тоже загребли. Не помню фамилию. Вот, так сказать, русский человек, который мается с этой войной. Может быть, даже, так сказать, до начала войны он был даже пропутинский. А потом что-то изменилось. А потом он прозрел. А потом он увидел, как идет война. За что? Где? Чего? Вот если этот человек доживет до мирного времени с оружием в руках, этот человек будет играть огромную роль в политике внутри России. Вы понимаете? И таких будет много. С войны вернутся такие, да, так сказать, они будут сила внутри России. И ФСБшники с ними так легко не справятся. Нифига. Когда ФСБшники придут их арестовывать или задерживать, они будут стрелять в этих ФСБшников. Вы понимаете? Когда вот эти проклятые чекисты в 20-е годы арестовывали всю страну, почему страна, прошедшая гражданскую войну, не стреляла в этих чекистов? Почему они ждали, как зайчики ночью там стучат, арестовывают везде, и в Киеве, и в Харькове, и по всей стране? А у многих наган еще со времен гражданской войны остался. Да стрельни ты в эту дверь ночью. Постучали тебе. Вот так открываешь и стреляешь. Раз, два, три. А потом бежишь. Все интереснее, чем, так сказать, сдохнуть в этом ГУЛАГе в 20-е и 30-е годы. Почему этого не было? Хрен знает почему. Почему это Белая Гвардия, что вся убежала? Окей, а буржуазия тоже убежала? Куда? Где? Ой, блин, вот есть такие загадки русской истории, которые не непонятны. Но вот сейчас Путин своими руками просто на фронте вырастил магистиков своего режима, которые придут и перестреляют его ментов. Вот увидите. Глеб Яных был моим собеседником сегодня. Глеб, спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли. Спасибо, Саша, всегда рад. Друзья, берегите себя. Всем желаю искренне добра и света. Ну и, конечно, увидимся в следующий раз. До скорого.